Хео, народ, вы находитесь на канале Zane Adventure, и сегодня у нас будет обзор на мой новый лего кастом Мамонт. Опять я пропал с канала на дней 10 вроде бы. Да, довольно-таки долго, за что я прошу прощения, но тем не менее стараюсь возвращаться с новым кастомом. И, наконец-то, это Мамонт, всеми долгожданный. Дискорд сервер в описании, ну а мы переходим к обзору. Итак, что же можно сказать про этого Мамонта? В принципе, Мамонт как Мамонт. Я его делал не по какой-то игре или франшизе, а сделал его с собственным дизайном, даже со своим собственным окрасом. Ну и, в принципе, я старался этого сделать Мамонтом максимально достоверным. Это я, на самом деле, даже не знал, какого Мамонта сначала делаю, но, по идее, вроде как это шерстистый Мамонт. Хотя я даже не знаю, в чём отличие между шерстистым и сибирским Мамонтом, поэтому будем считать, что это шерстистый. Давайте же посмотрим, что у него имеется. Во-первых, он может двигать своей головой вот так вот. Я ему немножечко удлинил шею, чтобы она была более пропорциональной. И, ну, чтобы у него хотя бы была шея. Также он может двигать головой вверх и вниз. Вот так вот. Вот. То есть, вот так вот он может наклонить вниз, но тогда он не сможет стоять, потому что у него хобот будет слишком низко, он будет даже ниже, чем ноги у него. Но, если он его поднимет вот так вот, то, в принципе, получается всё нормально. Он может так вот наклонить, там что-нибудь хоботом взять вот так с земли, и нормально. Также у него двигаются ноги, и не как у Лего слона, а все по отдельности. То есть, я их сделал вот такими вот подвижными. И позже покажу как, хотя, возможно, вы уже догадались. Ну, и также я ему сделал хвост. В принципе, хвост я ему сделал просто вот таким вот, висящим, но также вот эта деталь может двигаться, хотя не понятно зачем. А, нет, она вроде бы тут приклеилась. Ну, в принципе, это не особо важно. Ну, и также он может двигать своим хоботом. Давайте я сниму голову и отдельно покажу это. То есть, он должен повернуть вот эту часть. Для этого, чтобы она повернулась, надо тут немножечко бивни ему тоже повернуть, чтобы они не мешались. То есть, вот так вот поворачиваем эту часть, возвращаем бивни на место, и получаем вот такое вот положение хобота, но можно также его повернуть вот так вот. И тогда будет он у него очень длинным. В принципе, он слишком длинный, возможно, для мамонта, но я решил его не переделывать, чтобы оставить таким, как он был у Лего, чтобы, ну, хоть немного стилистику у Лего оставить такую вот. Ну, и давайте же посмотрим у него по окрасу. Во-первых, у него окрас, как вы видите, полностью коричневый, но спина у него более темно-коричневая. И брюхо у него вот такого вот цвета, я бы даже сказал, слегка красноватого какого-то, потому что, вроде как, я в коричневый добавил, кроме белого, ещё и немного красного, чтобы получить такой оттенок. Глаз у него, как видите, зелёный, и я попытался сделать вот такие вот складки, чтобы это выглядело прикольней и красивее. Ну, и также в глазу имеется у него вот такой вот блик. Также у него вот тут вот хобот имеет вот такой вот более светлый цвет, который у него как брюхо, и я здесь решил нарисовать вот такие вот тёмно-коричневые полосы по хоботу. Ну и такие же темно-коричневые полосы, только более размытые, есть у него тут по всему телу и ногам. А также я решил этого мамонта покрыть снегом, поэтому у него на голове, ногах, сверху и на спине имеется вот такой вот белый цвет, который как бы имитирует снег. Ну и в принципе про мамонта больше сказать нечего, поэтому давайте посмотрим на то, как он собирается. Этот мамонт состоит из 10 деталей, и давайте еще начнем сборку. Как обычно, начнем с головы, и сначала соберем его хобот. Собирается он вот так вот из двух частей, и теперь присоединяем его к голове. А как видите, тут уже небольшой кусочек хобота есть, ну а мы присоединяем еще и вторую часть. И вот хобот у нас на месте, точнее у мамонта. А, кстати, да, он даже стоит не из 10 деталей, а из 12, потому что вот эти уши также отдельные детали, я вот что-то забыл про это сказать. Ставим голову на место, и теперь поставим ему ноги. Сначала поставим правую заднюю, теперь получается тогда будет правая передняя, ставим ее на место. Теперь левую заднюю и левую переднюю. Ну и в принципе готово. Но что мы забыли, мы поставили, забыли ему бивни. Поэтому сниму голову обратно и поставлю ему бивни. В принципе, можно их повернуть как-то вот так вот, что как бы не совсем правильно и красиво выглядит. Правильнее они будут, если вот этот бивень будет с этой стороны, потому что он загнут вот так вот. А если он будет загнут так, то, ну как бы не совсем правильно. Вот так вот он более правильно выглядит. В принципе, что вы видели на многих картинках, да и, в принципе, на современных реконструкциях. Поставили правый бивин на место, и то же самое делаем и с левым. И всё, теперь ставим голову обратно на место, и после этого наш Мамонт полностью собран. Ну и теперь давайте посмотрим на него в сравнении с другими фигурками. Ну а первым для сравнения с нашим мы не поставим сюда, пожалуй, мини-фигурку Оуна. Как мы можем увидеть, уже Мамонт будет, на самом деле, не таким большим, как и другие мои кастомы в сравнении с Оуном. Ну, может быть, он просто кажется таким маленьким по сравнению с ним. Хотя всё равно он довольно-таки массивный по сравнению с человеком. В принципе, как вы видите, он вот такой вот получается. Он где-то в 2,5 раза выше будет, и раза в 4 длиннее, чем он по длине. Теперь давайте поставим каких-нибудь животных из Квинозоя, например, Смелодона, которого я показывал в одном из своих видео по меловому лагерю. И, кстати, да, я вот что хотел сказать. Я, наверное, не успею показать все кастомы, которые я запланировал на зимний сезон, но я продолжу их выпускать либо уже, когда зимний сезон закончится, то есть вне сезона, либо оставлю их на следующий зимний сезон. Но даже, наверное, делаю так, что какие-то буду выпускать так, какие-то оставлю на следующий зимний сезон, если вообще буду его делать. Потому что, ну, скажу честно, мне однообразие кастомов вот по одной теме слегка поднадоело. Так что, наверное, я именно зимних сезонов или каких-то там летних или таких вот делать больше не буду. Ну, либо буду их немножечко расширять, чтобы был более разнообразный круг. Типа там не только зимний кастом, но и просто кайнозойский, что всяких базилозавров можно было делать или чё-то такое вот. Но, тем не менее, давайте поставим сюда Смелодона. И, как мы видим, он будет в раза два меньше, чем этот мамонт. Ну и также он гораздо ниже, чем он в высоту. Также в три раза. На самом деле, я очень надеялся на появление мамонта в четвертом сезоне мелового лагеря, но мы его там не увидели. Ну и, возможно, увидим в пятом сезоне, потому что пятый сезон, я так понимаю, нам всё ещё покажет зимний биом, потому что герои также остались на острове, где имеется этот зимний биом. Ну и, возможно, что прям очень маловероятно, мы увидим его в третьем мериорском периоде. Но на это я прям совсем не надеюсь, да и, в принципе, не особо-то и хочу. Это там не так уж и надо. Теперь давайте поставим сюда один из моих недавних кастомов, а именно Докатараптора. Как мы видим, он уже будет довольно-таки большим по сравнению с мамонтом. То есть он будет уже почти полностью размером с мамонта, но по массивности и по высоте, как вы видите, он будет гораздо меньше, чем мамонт. Хотя, в принципе, если учитывать то, что этот Докатараптор, ну, больше, чем настоящий, то вот такая вот его версия увеличенная, мне кажется, смогла бы убить мамонта. Но реальной же, ну, скорее всего, нет. Ну и теперь давайте поставим какого-нибудь другого динозавра, например, Крио-Дракона. Кстати, да, Крио-Дракон же не динозавр, почему я его так окрестил, не знаю. Это Птерозавр. Птерозавры не динозавры, как вы знаете, надеюсь. Ну, а если не знаете, ну, то соболезную вам на самом деле. Шучу, просто знайте, что Птерозавры, Диметродоны и всякие водные рептилии, это не динозавры. Ну, а мы теперь сравниваем его тут вот вместе с этим мамонтом. И как мы можем увидеть, они будут примерно одной высоты, то есть Крио-Дракон будет почти таким же, если даже не выше, чем этот мамонт. Почему-то он постоянно падает, у него ноги подкашиваются. Но, как мы видим, он по размерам будет по высоте таким же, как мамонт. По длине же, если его выпрямить, то он будет даже, возможно... А, нет, он всё ещё будет короче, чем мамонт, но прям совсем чуть-чуть. Вот тут вот не совсем видно, но всё равно он не такой большой. Ну и в размахе крыльев он, естественно, будет гораздо шире, но мамонт, если вот так вот смотреть именно по массивности тела, то мамонт будет гораздо сильнее. Ну и теперь давайте поставим последнее существо для сорванения, а именно Деймониха. Ещё одного драмезаврида, которого я вам показал. И, как мы видим, он будет такой вот, в принципе, почти такой же по сравнению, как и Декатраптор. Но вот если брать именно реальную версию Деймониха, а не переростка, которая у меня получилась, то, скорее всего, он бы уж тем более не смог убить мамонта, если даже Декатраптор, ну, по моему мнению, не смог бы, то Деймоних уж подавно, потому что Деймонихи меньше, чем Дакоты даже были. Ну а вот такой вот Деймоних, в принципе, подошёл бы идеальным дополнением, если бы я делал какой-нибудь свой зимний сезон, или там свой зимний биом какой-то создавал, то, возможно, даже я бы показал Деймониха и мамонта на одной фотографии, на одном кадре, потому что они выглядят вместе прикольно, как мне кажется. То есть такое вот сочетание между рептильными и млекопитающими, в принципе, как по мне, прикольно. Я бы такое хотел увидеть, и, может быть, когда-нибудь и реализую. Ну а на этом сравнении, думаю, можно закончить. И теперь давайте посмотрим на то, как я делаю эту фигурку. Ну а делал я мамонта, что очевидно, из лего-слона. Я взял его базу, немножечко увеличил с помощью фольги, и добавил ему ноги-гидоры, и от моих старых кастомов, в которых я также использовал ноги-гидоры, но в которых они больше не используются по некоторым причинам. Также я ему отпилил оригинальные бивни, и сделал их вот такими вот более загнутыми. Ну и также уже тут увеличил ему немного шею. После чего я сделал скульпт на фигурке, а именно залепил ему спину, добавил также детали вот такой вот шерсти, сделал ему шерсть на голове, залепил ему бивни, и залепил прорези в ногах. Также я ему тут залепил рога, и, в принципе, вот на этом уже, да, точно скульпт готов. После этого я зашкурил, забронтовал фигурку, и начал её красить. В принципе, сначала покрасил его только в основные цвета, а именно вот такой вот коричневый и тёмно-коричневый. Ну а потом начал добавлять больше деталей, а именно покрасил ему вот такой вот более снежный цвет. И после чего я решил ему ещё добавить вот такое более светлое брюхо и детали на морду. Ну а потом я ему нарисовал глаз и ногти на ногах. И также покрасил бивни в белый. Ну и после этого кастом готов. Ну а пока тут мамонт отбивается от смелодона, я закончу это видео. Если вам одного понравилось, то вы можете поставить ему лайк. Ну а если вы не хотите пропустить следующих видео на моём канале, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик. Ну а с вами был я, Зайнадвенчер. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.